С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 2 августа, день воздушно-десантных войск. В 1930 году на учении ВВС Московского военного округа был совершен первый в истории парашютный десант. На окраине города Воронежа впервые его высадили. Первых десантников было всего 12 человек. Их сбросили в два захода группами по 6 человек. А на третьем заходе с самолета в специальных грузовых контейнерах для десантников сбросили оружие. Обе группы объединились, вооружились винтовками, ручными пулеметами, револьверами и гранатами. И приступили к выполнению задания. С тех пор 2 августа день ВДВ. Ну, у него есть, конечно же, своеобразные традиции. О событиях этого дня. 216 год до нашей эры. В битве при Каннах карфагенский полководец Ганнибал разбивает 80-тысячное римское войско, нанося самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования. Карфагенская армия теряет 5700 человек, а римляне почти 50 тысяч. Тактический 1769 год. Капеллан испанского отряда Хуан Креспи отметил в экспедиционном журнале открытие прекрасной реки, которую сам же назвал так, полное название. Эль Рио де Нуэстро Синьора Ла Рейна де Лос Анхелес де ла Парсиункула. Река Богородицы Парсиункульской, царицы ангелов. Ну, Парсиункулы ранее назывался и первый монастырь ордена Святого Франциска. Монах отметил, что это место просто идеально подходит для основания большого, крупного города. Спустя 12 лет здесь возникает одноименный поселок. Когда же Калифорния в XIX веке оказалась под властью США, топоним сильно ужали и слегка англизировали. Получился тот самый Лос-Анджелес. Ныне второй по величине мегаполис в Соединенных Штатах Америки. 1824 год. Уже в Нью-Йорке открывается Пятая Авеню, средоточие самых фешенебельных и модных магазинов. Именно Пятая Авеню по праву считается визитной карточкой страны, так же, как во Франции и Лисейские поля. Обилие памятников архитектуры, исторических и культурных центров, модных и, конечно же, эксклюзивных магазинов, располагается в Нью-Йорке именно на этой улице. 1870 год. В Лондоне открыто первое в мире метро. В XIX веке еще передвигались на паровозах, поэтому и в подземке впервые запустили не поезда, а именно паровозы, которые перевозили 4 вагона. Под землей пар, естественно, плохо уходил, и поэтому в том метро было плохо видно из-за тумана, который создавался паровозами во время работы. Причем изначально-то и окошек в вагонах не было. Стены, обитые тканью, давили на психологическое состояние людей, они ощущали себя как в психиатрической больнице. Вот поэтому постепенно в вагонах стали делать окна, чтобы ехать было приятнее. Кстати, биологи открыли именно в лондонском метро вид комаров, который больше нигде в мире не встречается, кроме подземки Лондона. Одна из версий. Кто-то привез их из экзотической страны случайно в багаже, и микроклимат метро им пришелся по вкусу. Они мутировали и стали собственными комарами лондонского метрополитена. 1887 год. Роял Ходж патентует колючую проволоку. Намерения изобретателя вполне мирные. Эта самая проволока предназначается для ограждения пастбищ для скота, чтобы коровы не забредали на чужую территорию. Ну, потом ее, конечно, будут использовать совсем по-другому назначению чаще. 1916 год. В Москве основывается завод АМО – Автомобильное моторное общество, которое просуществует до 1924 года как ремонтные мастерские. Через 9 лет будет переименован в ЗИС – завод имени Сталина. А после разоблачения культа личности станет именоваться ЗИЛом – заводом имени Лихачева по имени первого директора. Ныне же тут вместо ЗИЛа целый город растет. 1943 год. Американский торпедный катер, которым командует лейтенант Джон Кеннеди, тонет в результате атаки японского эсминца у Соломоновых островов. Катер просто разрезается пополам устремившимся на него эсминцем. Будущий президент получит ранение позвоночника, но поможет спастись выжившим членам экипажа. Всю жизнь Кеннеди каждый день будет испытывать невероятные боли и носить специальный корсет. 1945 год. Окончание Потсдамской конференции Тоги. Восточные границы Германии перенесены на запад, что сократило ее территорию почти на 25% по сравнению с 1937 годом. Большая часть территорий, отторгнутых от Германии, войдет в состав Польши. В состав Советского Союза вместе со столицей Кёнигсбергом входит одна треть Восточной Пруссии, на территории которой будет создана так называемая в то время Кёнигсбергская область РСФСР, ныне Калининградская область. 1962 год. Во время футбольного матча чемпионата мира капитан сборной СССР Нетто просит судью отменить гол, который наша команда забивает не совсем честно. То есть мяч попадает в боковую сетку ворот. В результате за 11 минут до конца встречи итальянский арбитр все-таки отменяет свое решение и делает счет 1-1 вместо 2-1. Далеко не каждый на месте Нетто решился бы на такой поступок, а уж тем более в наши нынешние современные футбольные времена. Ведь на кону стояло будущее всей команды. Впрочем, есть версия, что это все-таки красивая легенда. Но шум какой-то во время той игры, безусловно, был. 1981 год. Начинаются слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, который обвиняется в убийстве Джона Леннона. Адвокат настаивал на том, что Чапман психически ненормальный человек, но прокурор эту версию опроверг. В итоге убийца получил пожизненный срок. За день до гибели Джон Леннон пожертвовал 10 тысяч долларов на приобретение пулезащитных жилетов для полиции Нью-Йорка. По иронии судьбы, такой жилет пригодился его убийце. В нем Марка Чапмина доставили в здание суда. Полицейские опасались, что толпы поклонников просто растерзают его. За время пребывания за решеткой Чапман получил больше угроз, чем любой другой заключенный в Америке. Даже отец Марка ни разу не навестил его в тюрьме. 1996 год. В России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков некто Сергей Головкин. В 2007 на глубоководных обитаемых аппаратах МИР впервые в истории достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где размещен российский флаг и капсула с посланием к будущим поколениям. Но еще одно событие более подробно. 1778 год. Оперой Антонио Сальери «Признанная Европа» открывается знаменитый Ла Скала. Старый театр сгорел двумя годами ранее, и австрийская императрица Мария Терезия, Милан тогда принадлежал Австрии, приказала выстроить новый, самый прекрасный естественно в мире. Задачу с успехом выполнил Джузеппо Пьер Марини, построивший здание на месте разрушенной церкви 14 века Санта Мария де Ла Скала, то есть Святая Мария у лестницы. Отсюда-то и название театра, ставшего со временем символом оперного искусства Цитаделью Бельканто. Любопытно, что при раскопке площадки для строительства театра была найдена большая мраморная глыба, на которой, кстати, был изображен Пилат, знаменитый мим Древнего Рима. Это было воспринято как добрый знак. Во время Второй мировой войны здание, было разрушено и восстановлено в первоначальном виде. Театр Ла Скала вновь открыли в 1946 году. С вами был Николай Пемненко в проекте Дата.